Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на очень интересной экскурсии на плантации роз. Мы посмотрим, как они растут, как их собирают, какие тут есть виды, сколько человек работает, что нужно для обслуживания такой станции и такого производства, ну и все вам обязательно расскажем. Эти розы экспортируются по всему миру, ну и соответственно как бы большая часть все-таки занимает рынок России и стран СНГ. Вот такие вот плантации. А правильно, Марин, я понял, что то есть это вот они новое, что-то как вы вывели. Да, это новый вид они сделали, то есть сам цикл жизни одного цветка один год, потом его надо обновлять, он умирает, и после того как срезали вот эту вот макушечку, соответственно нужно три месяца, чтобы зацвел цветок. Вот такой вот цвет будет, вот типа скоро скоро на рынках России, да? Смотри, это прям маленькие все. Да. То есть здесь они соединяют несколько этих, да? Да, то есть они выбирают, ну это как селекция получается, то есть они срезают тот цветок, который им нравится и он уже из этого стебля может дать корни для того, чтобы расти здесь. Продавец говорит, что желтые розы очень плохо продаются в России, в основном красные, белые, какие-то оттенки розового, а желтые не очень любят. И синие. Да. Да. Вот такие вот очень в России любят как раз, вот такой вот цвет очень приятный. Такой белорозовый, красный. красный. А смотри какой у него разные, вот видишь лепестки разные. Одна такая плантация с землей и вот такими чудесными цветами может эксплуатироваться аж целых 20 лет. А эти мешочки, эта защита оказывается от солнца, чтобы не пережгло сильно бутоны, они этого не очень любят, поэтому защищают, даже несмотря на то, что здесь есть крыша. Встань еще раз с розой. Вот мой рост, с вытянутой рукой. Ну да. И роза выше. А это вам другой цвет, более розовый. Причем интересно, они действительно на каждой грядке, скажем так, у них оттенки отличаются, то есть на одной грядке будет такой прям красный-красный, на другой посветлее. Это вот все, как бы, это осознанный выбор, то есть. Смотрите, какая интересная система полива. Вот так вот из трубочек капает по капельке в розы водичка. Посмотри, какой цвет. Посмотри, какой цвет. Шикарный вообще, розовый. Прямо яркий-яркий. Это даже неоновый немножко, да? Вот это очень красиво. Вот это вообще будет. Какой цвет, смотри, интересный. А ты вот так вот, чуть-чуть боком вот так вот его поставь. Они по разной цене идут. В Москве ты их будут по разной цене продавать, например. В Москве, я думаю, по разной. Вот такие вот, только такие вот. Это вот они уже готовы. Сейчас их вот в такие вот мешочки упаковали. Относят в другое помещение, где их будут упаковывать уже для транспортировки. Ой, смотрите, какой цвет необычный. А вот еще прикольная модель розы, так сказать, какая-то смиксованная, красно-белая. Про этот вид роз нам рассказали, что с ним есть работа вообще практически каждый день. Потому что срезал один, вот более готовый бутон, уже завтра будет раскрыт вот этот вот. И так практически каждый день. То есть урожай этих роз можно собирать каждый день. А у меня вот, смотрите, какой чудесный букетик из разных видов роз мы уже собрали. Смотрите, какой цвет. Вот этот вот бело-желтоватый. А вот это вот прям чисто белый практически, такой слоновой кости. Ну вот смотрите, на такой относительно небольшой плантации растет 15 видов различных роз. И для обслуживания конкретно этой плантации нужно около пяти человек. То есть если плантация будет больше, ну, соответственно, и людей будет больше. В среднем на плантации может расти от 15 до где-то 30 видов различных роз. Интересный факт. Срок жизни роз составляет примерно два месяца. С момента от того, как их срезали, до момента, как их уже доставят в страну, где их будут покупать, может пройти около одного месяца. Их срезают, смотрят на наличие всяких жучков, паучков, что они не заразны, что они ничем не болеют. Обшикивают бутоны специальным раствором, маслом, чтобы помочь им сохранить свою форму и вид. И в таком виде уже их запаковывают в специальные упаковки, отправляют в холодильники и на транспортировку. Какая пузатая роза. Угу. Ну что, сейчас пойдем покажем, как происходит процесс запаковки и, в общем-то, всей транспортировки. Смотрите, вот в такие вот картонные коробки большие запаковывают цветы для транспортировки. Здесь написаны все данные производителя. Чтобы бутоны у цветов не повредились и не распускались, их запаковывают вот в такие картонки. Вот так вот они срезали их с плантации, принесли, раз, его закинули, отсортировали, да. Померили, отсортировали. Ну а позже, соответственно, его сюда вниз пропускают и упаковывают в коробки. Меряется размер розы, сколько сантиметров ножка розы, бутон и после чего тут у нее тоже со своей стороны есть нумерация и это распределяется. Вот так вот приложили, посмотрели, сколько у нее ножка сантиметров. 70, посмотрели бутон, ага, и уходит она как раз в циферку 70. И так это повторяется. Вот один человек может с этим справляться достаточно быстро. А здесь, смотрите, вот в таком вот отдельном упаковывают розы, которые не прошли отбор. То есть они, например, либо слишком открытые, либо какие-то дефектные, либо еще какие-то. То есть вот их забраковали и на экспорт они не пойдут. Вот как обрабатываются розы вот этим специальным раствором. Раствор для того, чтобы бутоны дольше сохраняли свой вид. Вот такой вот незатейливый аппарат. А это уже следующий раствор. Он смешивается с водой, и именно в нем будет стоять цветок и ждать отправки. Смотрите, они обрабатывают сначала специальным раствором вот здесь. Вот и здесь также есть отдельный раствор. То есть вот так вот роза, когда в нем стоит, она также дольше сохраняется. А вот специальный цех, финальный. Это уже все готово к отправке. Вот такие вот кондиционеры тут нагоняют. Здесь в каждой упаковке по 25 роз. И вот общая температура хранения примерно 2-3 градуса. То есть весьма прохладно. Это вот, смотри, вот здесь вот размер, название, ну и специальный код просто. Это куда отправлять, да? Нет, это никуда отправлять. Это просто этикетка роза сама. То есть это вот наклейка со всеми данными. То есть кто производитель, где было произведено, когда срезано, все это вот в такую вот большую коробку упаковывается и отправляется. На коробке вот как раз указаны все там номера телефонов, еще раз производитель, фирма-производитель и так далее. Это вот резервуар для подачи воды, для поливки роз. Здесь вот они вот смешиваются там со всякими витаминами и прочим делом. И вот через насос это все подается вон туда вот наверх, на плантация. Можно еще выбрать розы с собой забрать в подарок домой. Мы уже собрали целый букетик и на плантации, и здесь. Очень красиво. Вот такая вот у нас экскурсия на плантацию получилась. Смотрите, как нам на плантации роз сыпанули от души бесплатно. Так, смотрите, я собрала небольшой букетик. Какие разные-разные оттенки. Тут только белого три штуки. Посмотрите, и тигровая вот такая, и какая-то ярко-прямо кислотно-розовая, и бордовая, и розовый с белым, и такая даже слегка чайная, и вот какая-то такая припылено-сиреневая, еще одна бордовая. Вот бордовая тигровая. В общем, огромное количество разных-разных видов и цветов, и вот все это растет на плантации. Вот и закончилась наша экскурсия. Мы уже вернулись домой. Хотелось бы дополнить буквально пару моментов, то, о чем не сказали, пока были на плантации. Собственно, что это за плантация такая? То есть это у нашего друга есть... И как мы туда попали? Да, то есть у нашего друга есть знакомый, который как раз, ну, сколько он сказал уже, по-моему, лет 10 в этом бизнесе. То есть он занимается давно, такой уже прошаренный. Просто вот как бы пригласили нас на экскурсию, посмотреть, как это выглядит. Нам, в принципе, было очень интересно. Человек, который проводил нам экскурсию по этой плантации, сказал, что он работает как раз с Россией напрямую. И это так интересно, то есть без всяких посредников. Оказывается, у него вообще очень быстрая поставка. То есть от момента, как он срезал цветок, до момента, как этот цветок попадает в Россию, проходит всего 4 дня. Представляете, насколько это быстро? Всего 4 дня. Хотя, да, они закладывают иногда на какие-то форс-мажоры, где-то время до 1 месяца. Но это также еще и зависит от страны. Но в среднем, как мы и рассказывали, примерно с момента, как цветок срезали, его жизненный цикл такой, пока он еще во вменяемом состоянии, это 2 месяца. Поэтому, в принципе, и месяц тоже допускается. Но, думаешь, если и 4 дня, то это вообще супер быстро. Кстати говоря, такое интересное наблюдение. Вот здесь, вот в Эквадоре, у нас розы стоят очень долго. Но, тем не менее, думаешь, если вы доставляете за 4 дня, понятное дело, что мы не конкретно этого производителя в России покупали. Но все время, когда мы покупали какие-то цветы в Москве, думаешь, боже, они даже не то, что неделю не стоят. За ними, как не ухаживая, они простоят 3 дня и сдохнут. Ну, а здесь, в Эквадоре, как раз мы очень часто покупаем цветы, и они стоят, ну, минимум неделю. Вот эти вот прекрасные, красивые эквадорские розы. Кстати, хочется отметить, что здесь, на эквадорском рынке, то есть мы не будем озвучивать там оптовую цену, за которую это отправляют в Россию, она везде разная. Вот это понятно. Но здесь, в Эквадоре, в среднем, за вот такой вот пакет из 25 штук, как вы видели, запаковывают, просят где-то от 2,5 до 3,5 долларов. Зависит еще также от региона. Ну, а на этом мы с вами заканчиваем это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Все, до новых встреч. Пока-пока.